Перед началом данного видео хотел бы прорекламировать опергруппы Лебедь, я именно состою в этой опергруппе и нам нужны активные бойцы для того, чтобы продвигаться дальше по операциям. Соответственно, если вы имеете 400 медалей, если вы хотите играть в нормальной опергруппе, если вы хотите играть на нормальной операции, то милости прошу, опергруппа Лебедь, так прям ручками и набирайте, и вступайте. Всем привет, с вами Андрей Буар, у нас продолжается 13 сезон боевых кораблей, он называется Прототипы, и не зря так называется, потому что разработчики в этом сезоне нам дали, помимо всех старых юнитов, помимо старых прототипов, которые мы видели, два новых прототипа, которые мы никогда в жизни не видели, до моего видоса, который я снимал месяц назад. Первый это Клон Стрелка, это новый вид прототипов, который появился на данный момент только пока на боевых кораблях, вполне возможно, когда-нибудь он перекочует на основную базу в виде недельных ивентов, как это обычно бывает, плюс второй прототип, который появился новенький, это вот этот сжигатель, который будет у меня завтра в видосе, ну либо завтра, либо послезавтра, то есть вот-вот на днях будет видос по поводу этого новенького сжигателя. Юнит очень сильно похож на огневика, за исключением, что он походу будет прям сильно крутой, такое ощущение, что будет под рейджем, под супер-мега-атакой, под скоростной сывороткой, ну будет очень-очень быстро бить здание дефа, и соответственно, вполне возможно, очень сильно потом взрываться. Хрен его знает, как он будет, но уже чуть-чуть, осталось подождать всего один день, и я смогу его потестировать. Но сегодня не об этом, больше новеньких прототипов нет, но в начале месяца, в начале августа разработчики выпустили видос, и он был прям максимально обычным, максимально ничем из себя не представляющий, я, если честно, на самом деле его даже не смотрел. Здесь они анонсировали, что будет в августе, и как стандартно здесь, один сезон, второй сезон, какие-то протовойска, какая-то акция, конечно же, краб ежемесячный, конечно же, все это будет. Но плюс, в самом конце, самые-самые-самые внимательные зрители увидели вот такую надпись на предстоящем сезоне, на 14 сезоне. Something big on the horizon, что-то большое на горизонте. И с 31 августа по 20 сентября, именно в эти числа, начинается следующий сезон 14 боевых кораблей. На самом деле, до вчерашнего дня я бы вообще никак не обращал на это внимания, потому что, ну, типа, ну, что-то происходит, что-то большое и что-то большое, ну, новый вид боевых кораблей. Но зарубежные ютуберы, в основном это жмот, начали выпускать какие-то провокационные видосики в течение вот этих последних двух-трех дней. Что вот такое, вот такой вид юнита, вот такой, и, если честно, меня это немножко насторожило, значит, все-таки действительно что-то большое будет. Месяц назад я выпускал видос и показывал новые протовойска, которые, в принципе, в разработке есть, которые, в принципе, будут сразу появляться на боевых кораблях. Именно здесь они будут тестироваться в дерево прокачки и потом будут внедряться на нашу основную базу. И я показал вот такого юнита, вот такого новенького юнита. И его в том видосе я называл механик. Я, если честно, не знаю, как разработчики его назовут на самом деле. Вполне возможно, такой же механик, вполне возможно, нет. И уже вот этот механик, он уже не кажется таким футуристичным или чем-то необычным, что разработчики точно не смогут внедрить в игру и чего не будет бумбить. На самом деле он кажется уже максимально реальным. Потому что, если взять, открыть инстаграм разработчиков бумбить и открыть вчерашний скрин, посмотреть, что они выложили. Они выложили огромный-огромный след. И этот след не от огневика, и этот след не от горы, потому что по сравнению с горой, смотрите, этот след выглядит просто феноменально огромным. Это что-то гораздо-гораздо больше. Сегодня они выложили разборную вещь, то есть как этот юнит выглядит в разборе. И след, если присмотреться к вот этому механику, которую вы сейчас видите на экране, посмотреть на след, он очень-очень похож. Если посмотреть на сегодняшний скрин, на сегодняшнюю картинку, которую разработчики выложили в инстаграм, то вот эта пушка, которую вы видите сейчас на экране, очень сильно похожа на эту пушку. Плюс с вот этим наплечником, плюс с этими шестеренками, очень сильно похожа на механик. Соответственно, что-то большое действительно будет уже в сентябре. Какой-то супер-мега-юнит, потому что до этого разработчики предыдущих всех юнитов так не анонсировали. Я вам серьезно говорю, я же играю в Бумбич практически 4 года. Вот так новенького юнитов они никогда еще не анонсировали. И сейчас, если посмотреть на характеристики этого механика, то мы видим, что на первом левеле он будет иметь 18600 хп. Если открыть схожие характеристики, но, например, огневиков, то у огневика имеется 25 тысяч хп. То есть у огневика на первом левеле хп-шки немножко больше. По количеству занимаемых юнитов 14, но это мы только одного сможем загрузить, не больше. То есть, ну, как бы здесь уже не принципиально, какое место занимать. Все равно мы только одного сможем загрузить. И урон в секунду. Урон в секунду 712. Если взять огневика, то у него 350. Если взять максимального огневика, то у него 750. То есть механик на первом левеле будет наносить такой же демедж в секунду. Точно так же, как огневик на максимальном левеле. То есть, понимаете, демедж у него будет ого-го. Если взять каких-то, например, попытаться его сравнить, например, с тяжелым вертолетом. Наверное, хотя хреновое сравнение. Потому что в тяжелом вертолете есть горы, которые нон-стоп высаживаются. У этого механика ничего нет. Ну, по здоровью у них примерно одинаково будет. Ну, по демеджу, по демеджу гораздо, гораздо, гораздо больше. Потому что этот тяжелый вертолет практически вообще ничего не наносит. У него 200. 200 демеджа только с руки. У механика будет гораздо больше. То есть, соответственно, этот юнит будет прям максимально крутой. И вполне возможно, не зря его разработчики так прям очень сильно круто пиарят в инсте у других зарубежных ютуберов. Которые, я же понимаю, что они дают эту инсандерскую информацию. И дают какие-то пруфы, что давайте начинайте снимать. Потому что будет что-то чумовое. Вот, собственно, такой полноценный видос уделяю этому юниту новому механику. Потому что разработчики сами ему уделяют так много внимания. Если вы ждете, если вы хотите, чтобы этот юнит был и на основной базе, и на боевых кораблях, и везде. И вы смогли им поиграть. Плюс, я очень сильно надеюсь, что этот юнит станет основным на нашей основной базе. Ну, вполне возможно. Так они могут сделать. При том, что это только в их власти сделать такое. Поэтому, если вам данный видос понравился, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока. Продолжение следует...